Программа нашего телеканала «Арктика. Территория диалога» автор Алексей Карельский получила главный приз в номинации «Экономика» на международном конкурсе журналистского мастерства «Живем на севере». Награждали победителей в Салихарде в рамках программы Международного циркумполярного конгресса СМИ «Арктический медиамир». За награду летали Светлана Дейнека, главный редактор телеканала «Регион-29» и Сергей Минин, оператор и монтажер проекта «Арктика. Территория диалога». В Салихард мы прилетели со второй попытки, потому что первой была остановка в аэропорту Сабетты. Попасть на этот объект – большая журналистская удача, хотя поснимать нам разрешили только со специальной площадки между погрузочным терминалом и хранилищами для сжиженного газа. Итак, Сабетта – это закрытый рабочий поселок, который разбит прямо на Южно-Тамбейском газовом месторождении. Здесь идет добыча природного газа, а затем его переработка в виде охлаждения и сжижения на заводе СПГ и отправка по морю на танкерах-газовозах в Европу и Азию. Здесь гордишься своей страной. Салихард встретил тепло. Обязательная церемония пересечения полярного круга быстро сняла усталость от перелета. А торговая ярмарка и концерт в Обнорском остроге, с него более четырех веков назад начался Салихард – это первое знакомство с культурой и деликатесами Ямала. Вообще Салихард произвел приятное впечатление. Полярный день здесь длится всего три часа, но яркую архитектуру и хорошо почищенные дороги мы оценить успели. А вот и национальная особенность – дорогие автомобили гармонично соседствуют на городских улицах с оленей упряжкой. Более близкое касание с бытом ненцев – на стойбище оленеводов. Здесь в миниатюре все процессы – как коренное население живет, развлекается, насколько зависит от оленей. А это уже культурная программа в честь 88-летия Ямала-Ненецкого округа. Конгресс-центр очень современный и просто напичкан качественной звуковой и осветительной аппаратурой. Такой же высокий уровень артистов и их сценических костюмов. А так сцена выглядела во время деловой программы Международного циркумполярного конгресса СМИ. Модератор панельной сессии «Окология в Арктике» Сергей Брилев, главный спикер – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Одной из самых объединяющих в Арктике – это тема ее сохранения, чтобы наследие, уникальное биоразнообразие, которое здесь есть, сохранилось на века. Тема экологии стала основной и для отечественных журналистов, и для зарубежных. Экология – это такая очень общая тема, потому что нужно, чтобы без мир объединил усилия, чтобы как-то чуть-чуть посмотреть, как охраняем экологию. Нет у нас в обществе достойной экологического образования, чтобы каждый ребенок, каждая бабушка, каждая домохозяйка, прежде чем выбросить полиэтиленовый мешочек лишний, подумала, а может быть, я в следующий раз выкиду. Уникальность Конгресса в том, что на одной площадке вместе с российскими СМИ, чиновниками и учеными собрались представители Скандинавии, Турции, Киргизии, Франции, Италии, Узбекистана, Швейцарии – всего более ста человек. Это было совместное обсуждение проблем Арктики – экологических, экономических, связанных с сохранением традиций малых коренных народов. Я бы сопоставил, наверное, этот мегапроект по интересу, может быть, с крымской частью. Турбулентностью охарактеризовало международное состояние в Арктическом регионе официальный представитель МИД Мария Захарова. Участники Конгресса обсуждали тему, насколько тонкая сегодня грань между миром и войной. Я могу вас заверить в том, что главная основа всех концепций, начиная от внешнеполитической, оборонной, информационной безопасности и так далее, основана именно на стратегии мира. От объективного освещения в зарубежных СМИ того, что происходит в России и российской Арктике, зависит многое. Потому так важен опыт Первого международного конгресса, когда состоялось знакомство и живое общение и на официальных площадках, и в неформальной обстановке. Доброжелательный настрой между российскими и иностранными журналистами был настолько велик, что поборол даже обычную профессиональную конкуренцию. При вручении наград победителям творческого конкурса искренне аплодировали. За позолоченную статуэтку, которую получил наш телеканал и программа «Арктика. Территория. Диалога» руку мне пожал не только Фин Юха Реккола, но также француз Айвар Кротти, главред из Узбекистана Сергей Титунин и многие коллеги из российских СМИ. Светлана Дейнека, Сергей Минин, Регион 29. Светлана Дейнека, Сергей Минин, Регион 29.